Одиннадцатиклассница Дарья Глушакова мечтала стать учителем с детства. Пока другие девочки играли в куклы, она проверяла тетрадки воображаемых учеников и выставляла оценки в журнал. Спустя время Даша поступила в профильный класс педагогической направленности 30-й школы. Теперь постигает азы будущей профессии и готовится к поступлению в столичный вуз. В девятом классе моя классная руководительница проводила у нас тест на профориентацию. И результат меня очень поразил. Это была работа в социальной сфере. И я решила, что это моя судьба. Так я узнала, что у нас в городе есть педклассы и попала в 30-ю школу. Всего в классе вместе с Дарьей учится 21 будущий педагог. Каждый из них сюда прошел жесткий отбор. На повышенном уровне ребята изучают английский, русский языки, а на факультативе – основы психологии и педагогики. В прошлом году профильный класс у нас окончил школу. Средний балл – 9,4. Самый маленький средний балл был у ребенка 8 баллов ровно. Все 30 человек поступили в высшие учебные заведения. Надеемся, что наши традиции будут продолжены. Обсудить актуальные вопросы, которые касаются выбранной профессии, и получить напутствие будущие педагоги накануне смогли на встрече с представителями сферы образования города. В 30-ю школу также пригласили и молодых специалистов, которые пополнили учительские ряды. Кстати, в этом году в город на Перезине прибыло 93 педагога, 64 из которых – бобруйчане. Начальник управления по образованию Ирина Каранкевич подчеркнула, все они могут рассчитывать не только на методическую помощь, но и на материальную поддержку. Для поддержки молодых специалистов в управлении по образованию Бобруйского госполкома создана жилищная комиссия для рассмотрения заявлений молодых специалистов о постановке на учет для получения места в общежитии города на общем основании по мере подачи заявлений и освобождения закрепленных комнат. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Рынейская обратила внимание молодых педагогов на то, что кодекс об образовании сейчас находится на доработке в Совете министров. Ожидается, что документ прибудет в измененном и дополненном виде в конце года, после чего его будут рассматривать в парламенте. Ваши мысли, ваши предложения, ваше, может быть, видение каких-то проблемных вопросов, мы всегда готовы их услышать, мы всегда готовы на них откликнуться, если это в пределах наших полномочий, и учесть те моменты, которые касаются нашей с вами профессии. На встречу молодые педагоги могли также задать волнующие, интересующие вопросы, а главное, они осознали, что старшие коллеги всегда рядом и без поддержки не оставят. К слову, к работе по всей стране в этом году приступили почти 4,5 тысячи специалистов.